добрый вечер вы смотрите программу подробный разговор и сегодня мы находимся на площадке екатеринбург экспо именно здесь проходит чемпионат world skills по рабочим профессиям и сейчас мы будем говорить с гостем нашей студии это заместитель генерального директора корпоративной академии росатома гульнара бекулова гульнара добрый вечер добрый вечер мы рады видеть вас в екатеринбурге миссия world skills как сейчас его можно сформировать с точки зрения актуальности и тех вызовов которые ставит будущее как раз сейчас в рамках чемпионата хай-тек проходит деловая программа конференция в рамках которой обсуждается будущее чемпионата хай-тек следующие пятилеткам и перед организаторами хай-тек всеми теми компаниями партнерами которые поддерживают хай-тек на протяжении последних пяти лет стоит конечно же вопрос что должно поменяться в чемпионате насколько чемпионат актуален сегодняшним требованиям рынка труда вот и собственно обсуждаются те плюсы или те активы которые должны остаться чемпионатом и следующем периоде вот те вещи которые соответственно нужно менять вот если обратиться к результатам пленарной дискуссии которая только что состоялась на эту тему два главных фокуса которые сегодня обсуждали эксперты связаны с развитием хай-тека на следующие пять лет связаны конечно же с цифровизацией мы знаем что цифровизация это большая тема в россии здесь национальный проект есть национальный проект есть не один национальный проект и это является не только так сказать инициативой нашего государства но необходимость быть более цифровыми необходимость быть более современными использовать технологии для повышения эффективности своего бизнеса для того чтобы более конкурентоспособными это собственно веление времени если мы хотим быть более конкурентоспособными не только в россии но и на глобальных рынках мы собственно должны использовать современные технологии в своей работе здесь здесь главное рабочие руки рабочие кадры, но не просто рабочие руки, скажем так, в привычном понимании, а те люди, которые умеют работать на высокотехнологичном оборудовании? Абсолютно точно. Мир профессии меняется. Эксперты, на самом деле, даже обсуждают, сохранятся ли профессии как единицы. Сегодня мы все чаще оперируем таким термином, как навыки. То есть какие навыки необходимы человеку, необходимы сотруднику для того, чтобы быть конкурентоспособным в будущем, для того, чтобы быть востребованным работодателями. И сегодня речь идет о том, что есть целая классификация навыков. Есть так называемые hard skills, твердые навыки. Это те навыки, которые нам непосредственно нужны в нашей работе. Есть социальные навыки, есть мета-навыки. Мы понимаем, что для того, чтобы действительно быть востребованным в будущем, человек, все мы должны комплексно развиваться. Мы должны развиваться не только в своей профессиональной области, потому что, скорее всего, она изменится неоднократно за время нашей профессиональной жизни. Но мы должны развивать всевозможные умения, которые позволяют нам учиться, которые позволяют нам интересоваться тем, что происходит вокруг нас, которые позволяют нам быть более эффективными в общении, которые позволяют нам быть более эффективными в командной работе. Это, собственно, те требования, которые сегодня рынок труда работодатели ставят к сотрудникам. Поэтому, если мы говорим про современных рабочих, современные рабочие – это, конечно же, не только руки, это огромный комплекс всего для того, чтобы этими руками уметь пользоваться, для того, чтобы уметь управлять высокотехнологичными станками, для того, чтобы уметь какие-то вещи, возможно, запрограммировать самому или самой. Это те навыки, которые позволяют нам ориентироваться в новом оборудовании, который возникает, который, возможно, еще не стоит на вашем предприятии. Поэтому, в общем, действительно, тема достаточно комплексная. Вы упомянули о том, что мы должны держать технологический темп, мы должны готовить кадры. Россия с 2012 года состоит в движении WorldSkills, и слишком поздно мы туда зашли. Может быть, весь мир давно ушел вперед или нет? Проходят мировые чемпионаты, и Россия оказывается далеко не на последних местах. Философский вопрос. На самом деле, как вы знаете, движение WorldSkills уже больше 70 лет. Да, 47-го года во всем мире существует. Да, оно возникло в Европе после войны. Собственно, это была некая попытка ответить на проблему, на вызов быстрого обучения кадров. И сейчас то же самое, по сути говоря. И сейчас, да, проблема не нова. На самом деле, WorldSkills – это один из форматов, который Россия использует. И WorldSkills очень активно развивается в России, ровно потому, что он показал свое практическое значение, свой прикладной характер. То есть вы это увидели? На своем уровне вы это уже увидели? Абсолютно, да. Здесь в рамках деловой программы, собственно, самым ценным является, помимо чемпионата, конечно же, тот обмен опытом, который происходит между разными корпорациями, между экспертами российскими и международными. Мы обмениваемся опытом по тому, как развивать кадры, как настроить свою систему подготовки кадров так, чтобы она отвечала самым современным требованиям. И в этом смысле WorldSkills дает, конечно, большую пищу для размышлений. И помимо, собственно, знаний, которые мы здесь все получаем, помимо опыта, который мы здесь все получаем, главный ресурс, который каждая корпорация, каждый участник увозит домой – это, собственно, наши сотрудники, которые участвуют в соревнованиях в качестве участников, которые участвуют в соревнованиях в качестве экспертов. Потому что, возвращаясь на свои рабочие места, они, конечно же, становятся центром подготовки кадров на своих предприятиях. То есть это люди, знакомые с ведущими мировыми стандартами в своей профессиональной области. Это люди, которые готовы меняться, готовы совершенствоваться сами и менять среду вокруг себя. И это, конечно, очень важно. Я заметила, что здесь, на площадке WorldSkills в Екатеринбурге очень много школьников, молодых людей, то есть тех, кто сейчас выбирает. Классический вопрос, куда пойти учиться. WorldSkills – это тоже возможность и для профориентации в будущем? Понятие профориентации на самом деле тоже меняется. То есть ты постоянно учишься? Я понимаю родителей, ребят, которые сегодня стоят перед вопросом профессионального выбора. Потому что действительно разобраться в том, что будет происходить, как все эти изменения повлияют на мир профессии, куда пойти, чему учиться. И мы понимаем, что образование становится все более и более дорогим. Мы, на самом деле, недавно провели исследование совместно с компанией BCG, совместно с Российским Союзом WorldSkills. И понимаем, что современная система подготовки кадров уже не очень отвечает на запросы работодателей, на запросы рынка труда. И мы даже обнаружили, посчитали, что на сегодняшний день есть так называемая квалификационная яма. Когда те люди, которые находятся на рынке труда, по каким-то причинам не соответствуют требованиям работодателя. Их квалификация либо превышает требования работодателя, либо оказывается недостаточной. И на сегодняшний день два из пяти людей в мире находятся вот в этой квалификационной яме. Это происходит по абсолютно разным причинам. Иногда это происходит потому, что действительно технологии очень сильно влияют на наш бизнес. И те знания, которые мы получили в учебных заведениях, сегодня уже являются неактуальными. И это предъявляет определенные, конечно же, требования к человеку, заставляя нас учиться всю жизнь, заставляя повышать квалификацию. Это предъявляет требования к работодателям, которые должны выстраивать систему подготовки кадров так, чтобы она сопровождала развитие сотрудника на всем профессиональном пути. И в этом смысле, конечно же, WorldSkills является хорошей возможностью прийти всей семьей и посмотреть, как выглядит современная российская промышленность сегодня. Потому что здесь собраны, я не побоюсь этого слова, самые передовые российские промышленные корпорации. И, в общем, они открыли действительно свой мир, показывают, чем они сегодня живут, какие требования они предъявляют к своим сотрудникам. И мне кажется, это очень хорошая возможность действительно познакомиться с миром профессии на одной площадке. Спасибо вам большое. Сегодня мы разговаривали с заместителем генерального директора корпоративной академии «Росатома» Гульнара Бекулова. И спасибо вам за внимание и всего самого доброго.